Мессесса Когда она выбрала для себя говорить про границы, я подумала, о чем сейчас здесь можно говорить. Просто здесь говорится про границы земли Израиля, о чем здесь еще можно говорить. Но каким-то образом это дошло до того толкования, которое мы услышали. Я хочу всем сказать, что слово Господа, оно очень глубокое. И иногда в простых предложениях мы не видим глубины, но если мы будем размышлять и молиться, то Бог может показать нам что-то больше. Недельная глава Мессаи заканчивает книгу чисел. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто заканчивается определенная книга в Торе. Это заканчивается целый период странствования народа израильского по пустыне. Очень сложный, очень интересный и полный вызовов период. Мы здесь читаем про 42 места, которые они посетили. Это 42 остановки народа израиля. И когда мы читаем, то каждое место, каждое остановка названа каким-то именем. И мы также будем говорить про это сегодня. Но это слово говорит также для нас, что у каждого из нас есть свой определенный жизненный путь. С того момента, когда мы рождаемся и приходим в этот мир, до того момента, когда мы покидаем этот мир, перед нами лежит путь. И каждый из нас на этом пути проходит разные остановки. И каждый из нас сейчас стоит на определенной остановке. И у нас есть куда идти, к чему стремиться, куда прийти. И как мы здесь видим истории, очень важно смотреть так же назад. И первый урок, которым я хочу поделиться с вами, это посмотрите назад. Посмотрите назад и вспомните, что вы прошли. Посмотрите назад и попытайтесь понять весь жизненный путь и период. Часто мы хотим забыть определенные события, которые произошли в нашей жизни. Есть такие, которые хотят забыть что-то, что было у них в жизни. Потому что эти события или были наши действия какие-то неправильные, или это были очень болезненные события в нашей жизни. Или мы сделали что-то, что привело в нашу жизнь, такие огромные проблемы, что до сегодняшнего дня мы пытаемся расхлебать это. Но очень важно помнить все. И как мы здесь читаем, у каждого места было имя. Подумайте, народ израильский вот-вот должен был зайти в обитованную землю. 40 лет прошло уже 40 лет. Есть вещи, которые возможно они уже полностью забыли. И вот Моисей начинает читать все остановки. Моисей начинает читать все, что произошло на том месте. Он начинает вспоминать свои грехи. Или наоборот, начинает вспоминать хорошие вещи, которые произошли в жизни. Все это поднимается в памяти людей. Потому что без прошлого у тебя нет будущего. Очень важно понять. Важно помнить и важно взять это в свое будущее. И почему это важно. Потому что каждое место ведет тебя к новому или к каким-то переменам. Любая ситуация, которую ты проходишь в своей жизни, заставляет тебя к каким-то образом реагировать. То есть, Бог работает с нами, работает с нашим характером. Он хочет изменить нас к лучшему. И каждое событие как-то меняло израильский народ. И я уверен, что у каждого из нас есть какие-то события очень сложные, которые мы бы предпочли забыть. Но без этого события, возможно, мы бы не пришли туда, где мы сейчас находимся. Без этого события, возможно, мы бы не познали лучше Господа или не поменялись бы. Поэтому все остановки, все события в нашей жизни очень важны. И хорошие, и плохие. Это несколько уроков на эту тему. Я хочу задать вам вопрос. Мы читаем здесь все названия остановок. И я хочу спросить вас. Как называлось то место до того, как они туда пришли? Как назывались это место? Кадыш или могилы похоти или горечь? Как назывались эти места? У них были имена какие-то? Были или нет? Как вы думаете? Может, были, может, нет. Это была пустыня. То есть, в любом месте, куда они приходили, они называли его определенным названием. Каждое событие, которое мы проходим в нашей жизни, мы ему даем определенное имя. И вы согласны со мной, что на любое событие человек может смотреть другим взглядом. Возможно, для кого-то это просто катастрофа, а для второго, удовольствие. То есть, я хочу сказать вам, что каждое событие, которое мы проходим в своей жизни, на него можно смотреть с разных точек зрения. Мы можем войти в депрессию и разочароваться. Леорид еды и не делать ничего. И тогда мы можем эту остановку в нашей жизни назвать катастрофой. Или, наоборот, ты можешь принять этот вызов, поднять свои руки. И продолжить в славе Господа. И возможно, ты тогда это место назовешь по-другому, назовешь перемены или новый уровень. То есть, подумайте, как мы реагируем на любое событие, в котором мы находимся. Потому что это наш выбор и это наше название, как мы назовем это место. Это понятно, что я имею в виду, что я вам хотел сказать. И здесь, среди всех этих остановок, мы читаем про то, что сначала умер Аарон, а потом умер Моше. Это были духовные лидеры этого народа. И я хочу обудрить вас, чтобы вы всегда помнили тех людей, которые повлияли на вашу жизнь. Это тоже могут быть окровы ваших. Возможно, это ваши родные. И ваши родители. Может, это были люди, которые учили вас направление. И я хочу сказать, что очень важно каждому человеку иметь такого, который мог бы направить его духовно. Которому можно подойти или в радость, или в горе посоветоваться с ним. Или откровением, которое ты получил. То есть, очень важно, чтобы мы помнили, чтобы на нашем пути были духовные люди, которые могли бы нас направить. И я уверен, что пока я говорю, возможно, кто-то у вас всплывает в память. И возможно, вы с этим человеком не говорили уже много времени. Возможно, что он был вашим хорошим другом. И вы его забыли. Возможно, вы переехали в другую страну. Или город. И он не знает, а может, вы реветесь. Или вы, может быть, поссорились. Аз ти скеру. Помните таких. Тискеру. Тегию ли шалом ему то бы надам. Вы пошут. Без ман, че еш лахэм по акшав, ба улям азэ. Тиштам шубо. Помните таких людей. Будьте с ними в мире. И пока у вас есть время на этой земле, используйте его. Это было по поводу остановок. Я хочу сейчас открыть следующую главу, 35-ю. И я хочу, чтобы мы прочитали про городы убежища. Были несколько городов, которые Бог дал левитам. И он сказал, что шесть городов, из тех, что он дал левитам, должны быть городами убежища для убийцы, которые не намерены убил другого человека. То есть человек, который кого-то убил случайно, он мог убежать в этот дом. Потому что всегда, если кто-то кого-то убил, даже случайно, другой его родственник хотел отместить за его смерть. Когда-то были такие законы. Если кто-то убил кого-то из твоей семьи, ты мог встать и убить того человека в суде и следствие. Это был такой закон. Это было нормальное. Вы знаете, даже сегодня это происходит очень много между бедуинами. Ты живешь в своих законах, но они живут в их законах. Мы живем по законам страны Израиля. Они живут по своим законам. Кто-то кого-то убил, вся семья встает и ищет убийцу. И сами им умстят, и совершенно не интересуют, что там скажет муниципалитет, полиция, суд и все остальное. Но вдруг, вот представляете, человек кого-то убил, не специально, случайно. Ты, например, работаешь в лесу, рубишь деревья, у тебя упал топор случайно, кому-то попал в голод, и этот человек умер. Кто последний раз такую работу производил в саду, в лесу? Никто, да? Но сегодня нам это не очень актуально. Но есть другие вещи. Сегодня ты идешь в клуб. С кем-то начинаешь ссориться. Ты просто от себя отталкиваешь. Человек падает. Ударяется головой и... Вот я сейчас рассказываю, Леон задает вопрос, а кто был в такой ситуации в клубе последний раз? Я рассказываю, когда я работал в клубе, такое произошло с моим хорошим другом. Я там охранником работал. И пришел мой друг ко мне в гости. И он начал с кем-то там спорить, ссориться, они вышли на улицу. Как обычно делают, говорят, ну-ка, пойдем, выйдем. Азэм яцу, он оттан ло мака, он нафаль, וнафаль על המדраха, על המדрега. Мой, они посорились, мой друг, его ударил, тот от удара упал, и головой ударился у ступеньку. Вазо шухер, וмесовив мали дам. И вот он упал, и все, и паралилась лужа крови. Вазо, они умер шам, леадо, они мастакел, они умер, мазо, умет. И я смотрю на него, и говорю, что он умер. И он упал, и тут же не дышал, не двигался, и мы видим, что просто это место наполнялось кровью. Я был в таком шоке, я вообще не знал, что делать. И вдруг ты думаешь, что теперь делать, человек умер. Ты убил человека. Вас питомо ум отхил лазуз. И вдруг он, в этот мертвый. Улё я мэт. Улё камлет хия, он почут, лё мэт от дасов. Человек начал двигаться, слава богу, не умер. Вас на хумлю. И у нас просто. Там отхил мамших ленчом. И то бы яхал. И к нам вместе с ним дыхание вернулось. А Валине, сто мередзе, гамайо, маод релеванте. Сегодня это очень актуальная ситуация. Айта опция, лебинадам каже, шоу ло рацах бехавана, ло арак бехавана, пашут ларуц леир меклат. И такому человеку, у такого человека был шанс, чтобы ему не отомстили, который не случайно кого-то убил, бежать в город-убежище. Я хочу прочитать с 22-го стиха. До конца. С 22-го по 29-й. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-то безумысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был ему врагом, и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежище, в который он убежал, и найдет ему мстителя за кровь вне предела города-убежища его, и убьет убийцу сего мстителя за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Будет это постановление законным в роде вашего, во всех жилищах ваших. То есть, если ты кого-то убил ничайно, то ты идешь в город убежище и живешь там до того, как великий первосвященный кумрет. И только после того, как священник умрет, ты можешь выйти из города и вернуться к своей семье, к своему наследию. И возможно, это напоминает нам тюрьму, но это не тюрьма, это город обычный. Только твоя семья находится в одном месте, а ты в другом. Посмотрите, каково положение. Человек, который стал убийцей ничайно, сидит в городе убежище. И тогда он задает себе вопрос, сколько мне здесь находится? Есть коин-гадоль, есть как-то связь с великим священником, который находится в Иерусалиме. Возможно, этот священник только начал свое служение, возможно, он молодой. Возможно, он останется священником еще 70 лет. И тогда 70 лет человек должен там сидеть. Возможно, он уже пожилой человек, священник, и тогда ему останется меньше времени. Но скажите, пожалуйста, каждый убийца, что желал бы великому священнику? О чем бы он молился? Что поскорее он умер. Потому что он хочет выйти на свободу. Должность великого священника была молиться за всех людей. И он должен был молиться, говорят, чтобы во время его священства такие вещи не происходили. Я хочу показать вам параллель с Мессией Иешуа. Многие грешники молились, что он умер. Но он со своей стороны молился и благословлял их. И он сказал его и сказал, что не понимают, что они не знают, что они творят. Мы можем понять, и это тоже есть мебель в языке, что молитвы, что цедик был умер. Он умер. Мы можем понять, что в иудаизме есть понятие, что смерть праведника может привести искупления многим грешникам. То есть, смерть великого священника, который служил в Иерусалиме, искупляла всех случайных убитств. Все города убежища, в которых находились много человек, которые сидели за убитство, за самый великой грех. Они даже не могут принести жертву, и попросить прощение. Потому что написано, что только кровью убийцы прощается этот грех. Есть по, в пасухе, в пасухе 31, в 31 стихе написано, не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. То есть, только если вы хотите убить дам, то это похвастает на кровь, на рецах. Пролитиям крови можно очистить землю и грех убистра. Но, на самом деле, мы видим, что муэт, из Коэн Гедал, могла убить всех убежище, могла убить всех убежище, находящихся в шести городах убежищах. И я говорю, проводя это параллель думаю, если смерть великого священника, который даже не проливал своей крови, могла искупить грех, великий грех убийства, то насколько кровь святого великого первосвященника, Мессии Ишуа, может покрыть все грехи всех людей? Из-за смерти Ишуа, его воскресения из мертвых, каждый человек может получить прощение. И то, что происходило после смерти священника, каждый человек выходил из города убежище и возвращался к своей семье, к своей наследе. Он возвращался к своей семье, которая его любит, и которая его ждет. И Бог ждет каждого человека, потому что он его творение. Мы его дети. Мы те дети, которые сидят в городах убежищах. И только благодаря Ишуа, Он хочет вернуть нас домой. Он хочет восстановить наши отношения. Он с любовью ждет, когда мы вернемся. И Ишуа уже заплатил цену. Осталась только наша часть. И Бог призывает нас сегодня, вернитесь, мои дети. Вернитесь, потому что я жду вас. Потому что я люблю вас. Бог заплатил великую цену. Как написано. Он дал своего единственного сына ради нас. Потому что Он так возлюбил нас. Я призываю тех людей, которые не знают Ишуа. Сегодня Он дает тебе эту возможность. Возможно, завтра уже не будет этой возможности. Вернись к Нему. Цена уже заплачена за тебя. Только сделай свой шаг. И скажи, Отец, я иду к тебе. Прости меня. Я люблю тебя. И я готов вернуться домой. Это некоторые уроки на сегодня. Помните, что у нас есть величайший первосвященник. Который не только умер, он еще и воскрес. Он живет и дает нам надежду и силу. И в его силу и в его славу мы можем преодолеть все. Помните весь путь, который вы прошли до сегодняшнего момента. Помните сложные времена, которые у вас были. И если вы сегодня находитесь в сложной ситуации, вы можете посмотреть на нее другими глазами и найти эту же мчужину. Помните дорогих вам людей, которые вкладывались в вас. И проводите с ними время. Во имя Ишу. Аминь. 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 Продолжение следует...